Прежде чем я буду проповедовать, я бы хотел прочитать одно местописание. Прежде чем я буду проповедовать, я бы хотел прочитать одно местописание. Общаемся потом, чай пьем, выслушиваем друг друга, вдохновляем друг друга. Понимаете, это очень важно. Друзья, вот телезрители, вас также приветствую и в онлайне приветствую. Вот я просто вдохновляю вас, ходите на молитву. Ходите на молитвенные собрания и не ищите им замены. Потому что, знаете, всегда есть возможность не пойти на молитву и заняться чем-то другим. Чем? Быть в другом собрании. Может быть, тебе это собрание не нужно. Еще я хотел бы сказать ко всем телезрителям, ко всем людям, кто сейчас слушает. Не рассматривайте свою жизнь без Иисуса Христа. Это наша проблема, как верующих. Мы иногда думаем, Бог там, мы здесь. Нет, смотрите в контексте с Иисусом. Вы с Иисусом. Вы с Иисусом. Он в вас и вы в Нем. Иисус – это не приложение. Это не аксессуар, это не хобби. Это смысл жизни. Вот многие люди ищут смысл жизни. Многие люди ищут смысл жизни. И когда они ставят цель и думают, вот если я достигну эту цель, большую, трудную цель, я буду идти и стремиться всю жизнь, чтобы эту цель достичь. Они доходят, они эту цель приобретают, покоряют, и они не видят дальше смысла. Они не видят смысла. Потому что, знаете, есть еще в человеке, кроме души и тела, есть еще дух. Дух был сотворен внутри человека для общения с Богом. И если не будет общения с Богом, то будет пустота внутри, будет скорбь внутри, будет желание чего-то заполнить себя. Тебе будет всегда хотеться что-то, а ты не знаешь, не будешь знать, что это. Тебе нужен Иисус. Это точно. Будь там, где Иисус. И не будь там, где Иисуса нету. Будь там, где призывают имя Иисуса. Будь с верующими. Почему? Друзья, мы потихонечку движемся к нашему завершению, к переходу, как в прошлый раз я проповедовал, к жизни вечной, в которой мы будем проживать на небесах с Иисусом Христом. Однажды наша жизнь здесь, вот эта подготовка к вечности, она закончится, и начнется настоящая жизнь. Знаете, как у ребенка в утробе. У него там жизнь, он там живет, он там кушает, он там спит, он там зевает, он спортом там занимается, маме там ребра раздвигает внутри. Понимаете? А потом приходит время, он готов, созрел, и он выходит в этот мир. И рождается уже физический мир. И когда он рождается в физический мир, у него появляется разум, и у него появляется свобода выбора. Он растет как человек, у которого есть выбор. И здесь он определяет свою вечность. Где он будет, когда он оставит свое тело, умрет. Где он будет? Знаете, у верующих есть надежда. У верующих есть твердая вера, есть обещание от Бога. И в Библии говорит, что верующий в Иисуса Христа, даже если умрет, оживет. Поэтому мы не боимся смерти. И потому что мы, знаете, натренировали себя. Нет, нам тоже не нравится смерть. Но мы знаем, что если мы умрем, Иисус нас заберет к себе. Аллилуйя, мы будем в раю. Это не утопия, это не сказка, это реальность, это то, что Библия говорит. И когда Иисуса распинали, подошел сотник, который командовал распятием Иисуса Христа. Это римский начальник, военачальник. И когда он смотрел на все, что происходит, он анализировал. Он очень хорошо знал психологию человека. Знаете, что он сказал? Воистину это был Сын Божий. Он уверовал в Иисуса сотни. Потому что он видел то, что он не видел ни в одном человеке. Итак, тема проповеди будет называться «Работающая вера». Друзья, кто из нас хочет себе, например, дома кофеварку, которая не работает? Или, например, машину. Машину. Кто хочет себе машину? Но она будет сломанная. Она будет у вас, но она не будет ездить. Вы хотите этого? Или телефон. Хотите себе телефон, который не будет работать, который не будет звонить? Вы будете алёкать в него. Алло, 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 алло. Толку никакого. Итак, «Работающая вера» в жизни христианина, откуда и берётся корень этого слова «верущий» от слова «вера», то есть доверие Богу, жизнь с Богом, очень важно в жизни верующего, чтобы вера его работала, была активно, функционировала. Потому что есть верующие, которые верят, что Бог где-то есть, но они ничего от Бога не получают. Они молятся, а ответа нет. Они как бы пытаются от Бога что-то получить, попросить у него, даже умоляют его, но не могут получить от Бога ничего. Была такая у нас в жизни? Мы верили, верили, ничего. Мы просили, просили у Бога, ноль. Нету никакого ответа на молитву. Вера – это связь с Богом. Видимая с невидимым. Сверхиестественная с естественным. Только благодаря вере от Бога можно что-то получить. Только через веру можно получить спасение. Друзья, те, кто верят в Иисуса Христа, вы имеете спасение. Как вы можете доказать, что вы имеете спасение? Есть ли у вас физический документ, свидетельство, что вы спасены? Есть ли у вас? Выдали ли вам какой-нибудь медаль, какой-то орден, что вы спасены? Может ли кто-то прийти с неба и подтвердить? Ангел, например, трехметровый там, четырехметровый ангел. Да-да, слушайте, он спасен. Нет, никто не будет приходить, никто не будет доказывать ваше спасение. Вы это знаете внутри. Вот что такое вера, это внутренняя уверенность. Вот вы смотрите расписание автобуса. Вы смотрите, а во сколько это придет на такую остановку? Что вы делаете? Вы действуете, вы идете на эту остановку. А вот это и есть вера, когда вы получаете знания и вы их применяете в жизни. Вы доверяете книжечке, расписанию автобуса. И вы идете, и вам говорят, на такой-то остановке будет пересадка. Вы же верите этому, и вы действуете согласно с этим. Потом вы стоите на остановке, автобуса нету. Нету. Вы пришли, на остановке нет автобуса. Но вы знаете, три минуты надо подождать. Вы стоите, ждете, ничего нету. Но вы внутри уверены, сейчас подойдет мой автобус. Смотрите, хоба появляется. Что вы делаете, когда подъезжает ваш автобус? Вы садитесь в него, уверенно садитесь в него, зная, что он довезет вас до вашей цели, куда вам надо ехать. Вот так же вера работает. Мы открываем Слово Божие, мы открываем Библию, где Бог говорит нам, как поступать в этой жизни. И если мы слушаемся, мы внимательно читаем Библию, мы изучаем ее и начинаем открывать свое сердце, доверять тому, что написано в Библии. Слушайте, у нас будет сильная вера. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Я говорю так, что ни один человек на небеса не попадет без веры. Нам нужна вера. Куда ее брать? Вера не работает без Бога. Вера это не продукт усилий, самотренировок. Знаете, как бы внушение, самовнушение, когда ты стоишь перед зеркалом и себе говоришь, я верю, я верю, я верю, у меня все получится. Да, ты можешь накачать себя психологически, но будешь ли ты уверен, что Бог тебя слышит, что Бог тебе помогает? Нет. Представьте, спасение это самое дорогое для человека, что есть на земле. Вот человек живет там 80 лет на земле, скажем, в среднем возрасте, даже большой, кстати. Потом ему, он понимает, что на этом все не заканчивается, ему надо перейти. А как перейти? Вот многие люди спрашивают, ну как ты веришь, что ты будешь с Богом? Слушайте, Бог мне сказал, я поверил, и у меня появилась даже внутренняя уверенность. Вот вы же уверены, что вы, например, женщина. Вы не чувствуете себя мужчиной, вы чувствуете себя женщиной. А я, например, уверен, что я мужчина, я себя чувствую мужчиной. Я, например, уверен во многих вещах. Так же и уверенность во спасении, она имеет внутреннюю. В Библии написано, что верующий в Иисуса Христа имеет свидетельство внутри себя. Ты как бы имеешь этот документ, ты его не можешь показать, но ты видишь, что твоя жизнь изменилась, твое мышление изменилось, твой подход к жизни изменился. Почему Слово Божье работает? В Библии написано, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Смотрите, прежде всего на земле, вот прежде всего был Дух Святой, да? Написано, Дух Святой носился над водою, Дух Святой. И потом Бог начал говорить, да будет свет, и стал свет. Смотрите, Слово имеет силу. Когда Бог говорит в нашу жизнь, Он говорит то же самое Слово. Если мы открываем свое сердце, наша жизнь меняется. Друзья, проверьте это. Вот просто представьте, такой есть пример в Библии. Одна женщина, у нее была проблема с кровью. Я это уже очень много раз говорил, но меня это очень сильно вдохновляет. То чудо, которое произошло в жизни этой женщины. Что такое чудо? Чудо, это необъяснимый результат, можно сказать. Необъяснимая ситуация, необъяснимый выход. Это когда ты не можешь объяснить, как это могло произойти. Смотрите, женщина была такая одна, у нее было кровотечение, кровь постоянно текла. И она решила, я эту проблему решу. И что она делала? Она ходила к докторам, к врачам. Потому что, а кто может помочь нам сегодня? Врачи. И вот человек всю свою надежду возлагает на врачей. Он идет туда с такой надеждой, что ему помогут врачи. Ей помогут врачи. Приходит, платит им деньги. Вы же знаете, что врачи просто так не лечат. Платит деньги. Ей как-то что-то пытаются сделать. Вылечить ее от кровотечения. Но не получается. У нее продолжается кровотечение. Она верит. Нет, врачи же мне должны помочь. И она приходит ко врачам опять. Опять платит деньги. И знаете, что бедные люди по врачам не ходят. У них нет денег. Эта женщина видна. Если у нее были деньги. И написано в Библии, что она потратила все свои деньги. Все свои деньги на врачей. Это была ее вера. Это была ее уверенность, что врачи точно должны помочь. Ну как, они же врачи. И знаете, что написано? Она пришла. Она потратила все свои деньги на врачей. И пришла еще в худшее состояние. Ей хуже стало, чем было раньше. Вот представьте себе. У вас есть проблема. Проблема, которая не уходит и не дает вам никакого отдыха. Она присутствует у вас 24 часа на 7. Постоянно вас мучает эта боль. Эта болезнь. Ты пытаешься решить ее? Не можешь. Ты пытаешься ко врачам? Не можешь. Они бессильны. Ты пытаешься деньги, деньгами решить проблему? Не получается. Деньги лимитированы. Ограничены. Их власть ограниченная. Они что-то могут, но не могут все. Вы представьте, что человеку делать? Что человеку? Что такое женщине делать? Что вы ей посоветуете делать? Вы ее похлопаете по плечу и скажете, ничего. Ты сильно справишься? Что это и поможет ей? Скажите. Просто представьте, у женщины постоянно кровь течет. И вы ее хлопаете по плечу и говорите, ничего, ничего. Еще пару десятков лет помучаешься и потом вы все хорошо. И это не утешение ей. Извините, это не выход из проблемы. Это беда. И просто представьте, человек имеет проблему, а выхода нет. Он пытается ее? Он ко всем пытается. Помогите, помогите, помогите. Даже деньги готовы заплатить. Помогите. И все, и все, никто не могут. И врачам уже стыдно. Они такие, уже знаете, уже знаете, что деньги-то взяли, а помочь не помогли. Это надо же как-то теперь объяснить. И врачи говорят, о, мы сделали все, что могли. Знаете, бывает так. О, мы сделали все, что могли. Врачи всегда правы. И вы знаете, какое чудо происходит? Написано, что эта женщина услышала об Иисусе. А она услышала об Иисусе. Что она услышала? Она не просто это слово услышала. Иисус. Она услышала, что Иисус исцеляет болезни. Реально. У той, у Маши, у Коли, у Даши. Реально произошли изменения. Чудеса произошли. То в Артемея глаза открылись. Хромые там встали, скачут. Прямо в храме, скакали. Потому что ноги выросли. Это реально все записано в Библии. Эта женщина услышала об Иисусе. И в ее сердце появилось что? Вера. Что значит, если он им помог? Им помог? Простым. Таким же простым, как я. Значит, и мне поможет. И она пошла к Иисусу. Вера всегда будет тянуть тебя к Иисусу. Всегда. Всегда. И она внутри себя говорила. Важно. Когда ты веришь, то ты исповедуешь. Исповедовать означает говорить слух. И она говорила. Если я хотя бы дотронусь до краешка его одежды, то я выздоровею. Я буду здоровый. Вы знаете, что к Иисусу не так, чтобы можно было просто подойти. У него не было охраны. Там телохранители. Знаете, как у президентов. Но вокруг него всегда был народ, потому что от Иисуса можно было всегда получить чудо. И поэтому всегда теснил его народ. Иисус был в стеснении, потому что народ, 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 толпа. Знаете, как селедки в бочке. Так народу было. И ей, представьте, нужно было протестнуться сквозь толпу. Многотысячную толпу. Но нужда тебя ведет к Иисусу. Дорогие друзья, может быть, странно сейчас будет то, что вы услышите. Но поблагодарите Бога, что у вас есть проблемы в жизни. Если бы у вас не было проблем, вы бы никогда не пришли к Иисусу. Вы бы тихо умерли и пошли бы в ад. Сто процентов. Я сейчас не извиняюсь за свои слова. Я говорю, вы тихо. В классной, люксовской, шикарной жизни, в своих удовольствиях захлебнулись. И пошли в ад. И именно проблемы, это тормоза перед пропастью. Именно какая-то беда. Именно какой-то диагноз может быть даже. Это помощь от Бога. А как человек обратиться к Богу, если у него все окей? Как? Деньги есть, друзья есть. Ходит, улыбается. Все классно. Проблем нету. Я ехал с одним человеком, разговаривал. На пароме, на корабле. И он был одним из очевидцев. Спасся с того корабля, который утонул паром Эстонии. Немец. Мы на завтраке сидели, общались, познакомились. И он сказал реальный факт. Он был спасен с этого корабля. Вдруг его утонул. А он говорит, что не было ни сигнала тревоги, ничего. Просто корабль ушел на дно. Просто представьте, ты едешь, у тебя классно, у тебя там, не знаю, дискотека или там, или что-то еще, ты кушаешь там, или ты спишь в каюте. И все, и ты просто не понимаешь, что ты умираешь. Вот ты все, твой последний момент. 800 с лишним человек утонуло. Просто представьте. В наши дни, в наши дни, когда есть техника, когда есть все, вот такое вот просто нонсенс такое произошло. Поблагодарите Бога, что у вас есть проблемы, что у вас есть беды. Я хочу даже, даже вас вдохновить. Поблагодарите Бога, что вы одиноки. Поэтому вы ощущаете нужду. Вы поймите, что есть счастливые люди. У них есть и пара, и друзья. Иисус им не нужен. Послушайте, без Иисуса, я скажу такое выражение, труба. Без Иисуса это просто прямая труба в преисподнюю. Нету никого на земле больше. Есть Бог живой, и есть Сатана, есть дьявол, и есть черная, и есть белая. Нету ничего между. Ты при жизни выбираешь, быть тебе с Иисусом или быть без Него. Как говорится, человек рождается на землю для того, чтобы выбрать Иисуса или отказаться от Него навсегда. Иисус никогда не будет давить на твою волю, на твое решение. О, давай, тебе со мной будет хорошо. Да вся Библия об этом говорит, что Бог обращается к человеку и говорит, тебе будет со мной хорошо. Приди ко мне. Приди. Именно грехи твои разделяют тебя со мною. Но приди ко мне, я мою тебя своей кровью. Что сделала эта женщина? Она пришла к Иисусу, пробралась сквозь толпу. Знаете, люди иногда говорят, ой, у меня столько препятствий, чтобы прийти к Богу. Ой, слушайте, у этой женщины было больше препятствий. И она пришла. Значит, и у вас есть возможность прийти к Иисусу. Реально к живому Иисусу. Реально к живому Иисусу, который жив во веки веков. И она подошла сзади, она не хотела отвлекать его, она имела веру и дотронулась до края одежды. И что Библия говорит? Сила вышла из Иисуса. Сила – это невидимая сила. Сила Святого Духа, который исцеляет людей. Она вышла из Иисуса и исцелила эту женщину за одну секунду. Эта женщина, которая потратила все свои деньги, чтобы врачи ей помогли, пришла еще в худшее состояние. И, подойдя к Иисусу, за одну секунду получила исцеление. Вы просто представьте. Вы знаете, что от этого это неизлечимая болезнь. И от Иисуса вы получаете исцеление. Представьте, какая радость. Представьте, какая работающая вера всегда приносит в жизни христианина радость. Вы будете радоваться, но работающая вера, доверя Богу. Представьте, я же не вижу Бога. Я же реально физическими глазами не вижу Бога. Я, конечно, могу воображать его, я могу представлять. Когда я закрываю глаза, я понимаю, что я обращаюсь к Богу. Но физически я его не вижу. Я знаю, что меня Бог слышит, и это и есть вера. Но вера, вера, это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Вы, когда разговариваете с человеком по телефону, вы его видите? Нет. Но вы его слышите. Вы поговорили. Сегодня я с одной сестрой поговорил. Могла бы ты захватить одну семью и привезти на собрание? Она говорит, да, хорошо. Видите, мы поговорили, договорились, семья сегодня в собрании. Это же тоже определенная вера. Я не видел человека, но я договорился. Бог с нами может договариваться через свое слово. Нам нужно доверять его слову. Эта женщина получила исцеление. И вы знаете, что на этом история не закончилась? Иисус повернулся. Он остановил свое собрание. И он стал искать человека, у кого такая великая вера. И он искал. Так, кто это? Кто открыл такой секрет? Кто открыл такую возможность? Потому что все представляли так. Иисус должен прийти, достать правую руку, возложить ее на голову, провозгласить такую молитву, покрестить там, я не знаю, Иисус не крестил никогда. Но эта женщина вообще пошла другим путем. У нее была вера. И она получила свое чудо, исцеление. Вот просто попросите врача объяснить, как это могло быть. Конечно, есть умные головы. Они начнут как-то. Но Библия говорит, что это было чудо. И это было исцеление благодаря Святому Духу, который был на Иисусе Христе. Поэтому, если у вас есть проблемы, вам нужен Иисус. Без проблем. Вы никогда не придете к Иисусу. Это натура человека. Знаете, как говорится? Все же знаем. Как тревога, так до Бога. Понимаете? А тревоги нет. Гужбаним. Звеселимся. Зачем нам? А когда нам плохо, мы к Богу приводим. Бог, помоги. Но Бог и рад и в таком случае принять нас. Именно когда в жизни человека есть неотвеченные молитвы. Человек, просто представьте. Человек молится, но знает, что Бог ему не ответит. Бог не сможет такому человеку помочь. Например, человек молится о какой-то нужде. Бог, помоги мне в этой сфере. И верит, да вряд ли Бог меня вообще слышит. Слушай, у тебя уже, ты свою, как сказать, уже загубил свою молитву. Прежде чем ты будешь молиться, ты должен прочитать о Боге. Какой Он? Ты должен поверить, что Бог добрый. Самое главное качество Бога. Бог добрый. Вот просто представьте. Ты можешь быть злым. Ты можешь быть ежиком. Ты приходишь к Богу с претензиями. А, Бог! А Он будет добрый. Он не будет тебе так реагировать. Он очень добрый. Просто представьте. Запомните хоть вот это откровение о Боге. Бог очень добрый. Когда вы встретитесь с Богом, вас шокирует Его доброта. Он на вас не злится. Он на вас не сердится. Он вас любит. Он воспринимает такие, какие вы есть. Можете быть во грехах, в неверии, в ошибках. Вы даже можете ругаться на Бога. Просто потому, что вы не знаете. От незнания Бог вас будет любить. И Он, вот это как раз таки состояние Бога доброты и любви помогает нам меняться в жизни. Помогает нам познавать Бога. И мы хотим такого Бога. Мы не хотим Бога, который, знаете, при каждой ошибке молнию посылает с неба в нашу жизнь. Он не Зевс. Он не бьет сразу этим, знаете, палкой. Шестом своим посохом. Он говорит, приди ко мне, побудь. Когда Иисус призвал людей быть в Его команде, учеников, 12 учеников. Он им ничего, никаких инструкций не давал. Он сказал одно. Идите за Мною. Друзья верующие наши, вот кто вы верите в Иисуса Христа. Такой конфессии вы бы не были, я вообще не верю в конфессии. Мое отношение к конфессиям такое. Есть дети Божьи, есть дети дьявола. Все. Нету конфессий. Их не существует. Да люди что-то поделили там, это, то, все. Так или сяк. Есть дети Божьи, есть верующие, настоящие. Есть фальшивые. Есть волки в овечьей шкуре. Вот вы когда обратитесь к Богу, когда вы прочитаете в Библии, какой он на самом деле, у вас придет вера. Вы будете видеть, что Бог помогал простым людям. Никто и... Послушайте, когда у человека нет денег, вообще все все равно до тебя, вообще... Ты никому не нужен, ты ноль. И вот такие люди, которые просто никому не нужны. Там разные были люди, и богатые приходили, и разные, и влиятельные люди приходили. И ни одного Иисус не прогнал. Ни одного. Он всем помогал. Всем помогал. Кто обращался... Потому что само обращение к Иисусу уже говорит, что в Него верят. Только священники. А они считали Иисуса конкурентом. Потому что они хотели держать свою монополию религиозную. И тут пришел Иисус, который исцеляет, людям помогает, прощает грехи, дает им будущее, надежду дает. Потому что Иисус есть хозяин земли. Он очень спокойно ходил по своей земле, которую он создал. Помогал людям. Люди даже не осознавали, что Бог во плоти ходит среди них, с которым можно общаться, с которым интересно. Послушайте, люди, настолько для них Иисус был интересен. И что сделал дьявол? Он нарисовал нам своего Иисуса, такого скучного, с одной мимикой, у которого нет ни улыбки, ничего. Он нарисовал. Поэтому многие люди не хотят верить в Бога. Потому что им представили Бога скучным, грустным, с которым вообще печально, с которым неинтересно. Зачем в такого верить? На самом деле, если вы увидите Иисуса в реальности, Он светящийся, Он улыбающийся, с Ним интересно, с Ним классно, вы не захотите от Него уйти. И вас сегодня Он зовет. Это проповедь, это все, вот эта церковь, все, куда вы приходите, вы смотрите, только для одной цели, чтобы вы познакомились с Богом, чтобы вы начали с Ним дружку, отношения. Вы думаете, вот мы делаем собрание, у нас какая-то цель есть, что-то сделать, кому-то что-то доказать. Нет, нет, нет. У нас есть одна цель. Да, есть цель, чтобы ты познакомился с Иисусом. И оказалось так, что ты стал самым счастливым человеком, самым процветающим человеком, человеком, через которого Бог творит добро на этой земле. Пусть вас Бог благословит. Давайте мы сейчас помоемся.